Пару стихотворений недавно написанных и, может быть, кое-что из старого. Вот это называется «Разговор с Богом во время грозы». Ну, я есть Дмитрий Сливняк, я муж Маргариты, а она моя жена. Мы уже где-то больше полугода ходим в «Удивительную кошку». Я переводчик, лингвист, гиброист. Вот, значит, последнее стихотворение называется «Разговор с Богом во время грозы». Господу сказал я, Тубо, что ты вспышками чиркаешь ввысь? Ты присядь, подыши глубоко, успокойся и не сердись. Да, нам известно, что ты давно всех нас хочешь отправить к чёрту. Чёрт и сам бы не против, но как он примет такую когорту? Да, миры творить нелегко, не для всех такая морока. Посиди, подыши глубоко, ну а хочешь, пришли пророкам. Вот, ещё одно стихотворение, внезапно, вот такое ностальгическое наехало. «Была страна огромная, холодная и тёмная, Где снег, как пыль межзвёздная, клубился в ночь морозную, Где города галактики от Кушки и до Арктики, Забытая вселенная, на веке незабвенная, Хоть и уже не столь огромная, но всё ж такая тёмная». Вот. И одно старое. Я прочту стихотворение, называется «Тарту». «Мне снится странный город Тарту, Где по небу летит медведь. Я прибыл на исходе марта В дошкольный сон, Печальный Тарту, Который вам хочу воспеть. Спою вам про эстонку Марту С её медвежью ходьбой, Медведям смотрит каждый в Тарту, А приглядишься, заяц, в марте И угольный дымит трубой. Зачем о марте, о бестонке Я спел немало, не стыдясь, Но в Тарту улицы так тонкие, Дома как будто перепонки, И всякую теряешь связь. Ведь я хотел вам спеть про Тарту, Где по небу медведь летит, А сам, идя по снегу марта, Придумал вам эстонку Марту, А между тем по небу Марта, Над мёртвыми домами Тарту Медведь летит, хвостом вертит». АПЛОДИСМЕНТЫ